Итак, мы продолжаем. Я думаю, даже мы сейчас закончим говорить уже о Виссарионе, а его учения просто это достаточно характерный представитель культов, которые образовались в России. У нас есть много текстов самого этого основателя, их церкви, соответственно, есть что изучать, есть о чем поговорить. И многие учения в церкви Последнего Завета являются характерными также и для движения новой эры, которую мы проходили ранее. Несколько слов хотел бы сказать об апологетике, то есть о защите, каким образом Виссарион или его ученики защищают свое учение. Но мы помним из основ его учения, что главным моментом или главным инструментом понимания мира или познания мира является воображение, которое люди должны развивать. Что же, какое же мнение или какое впечатление у Последителей Виссариона есть о Библии? Библия – это попытка человека рассуждать о моем отце и обо мне. Каждая книга написана правильно для своего времени. Итак, Библия у них является продуктом человеческих усилий, имеющих, если не ошибки, то, по крайней мере, она локализована для конкретного места и для конкретного времени. Библию нельзя толковать догматически, но понимать только сердцем. Вот что пишется в повествовании от Вадима в послесловии в первой главе. «Но если Писание подвергнут толкованием догматическим, то горе семена обретут почву благодатную». Там же в 155 стихе. «Ибо уже не книгою живою будет Писание то, но учебником наук точных и говорить о нем возьмет на себя смелость каждый, кто хоть как-то изучал толкование те». Итак, они боятся, что разные люди будут толковать, и они говорят о том, что как только мы начинаем толковать Библию, она превращается у нас в догматический учебник точных наук. Посмотрите, какая-то противоположность христианской герменевтики, когда мы хотим понять смысл, значение не только слов, но и вообще всего того послания, которое есть в Писании, и мы будем позднее говорить об этом. Почему нам это важно? У нас совершенно разные представления об истине. Библия имеет ошибки. Повествование от Вадима, часть 6, глава 40. «Я могу немножко ошарашить вас», – сказал учитель, улыбнувшись. «Апокалипсис вовсе не посылался от Отца Небесного и не имеет к нему никакого отношения. Это обычный контакт, который происходит сейчас у вас с тысячами, и в которых вы готовы видеть всевозможные образы». То есть, откровение Иоанна Богослова, на самом деле, это контакт с неземным разумом, который, аналогично ему, происходит сейчас тысячами. Что это значит? Это значит, что нужно обращать внимание на то, что происходит сейчас. А вдруг сейчас по новому контакту еще что-то произойдет? Интересно. Когда происходит спор с Виссарионом, Виссарион достаточно ловко умеет уходить от ответов. Вот, например, «Где взять доказательства твоей личности?» Ответ. «Вперед пойдет только тот, кто увидит истину, не требуя доказательств, не нарушая этим свободы выбора». То есть, доказательства – это нарушение свободы выбора? Я думаю, что он боится показаться людям обыкновенным человеком. Поэтому каждый раз, как только его призывают показать какие-то доказательства, он убегает даже объяснений о них. Потому что он может представлять доказательства только в той среде, которая рукоплещет ему, которая носит его на своих руках, которая желает видеть его самим Христом. Но в миру он не может это сделать. Помните, за что уже однозначно хотели убить Христа? Христа и Лазаря. Потому что Христос, он не просто творил чудеса, которые были явлены только для определенной или небольшой группы. Он кормил людей тысячами. Он исцелял людей так, что слепорожденный мог засвидетельствовать об этом в храме. Он воскрешал людей. Да, он не пришел для того, чтобы творить чудеса. Да, он не пришел для того, чтобы показывать и тем самым доказывать свою божественную сущность. Он говорил, о, вы, род неверный. Но он делал это, потому что он понимал, что люди сомневаются, люди страдают от этих сомнений. Они хотят за ним пойти. Они хотят, чтобы у них была вера в Бога, но они ждут чуда. Они ожидают этого чуда. Христос показывал эти чудеса. Он знал, что человеческий род слаб, и он ждет этих чудес. И он доказывал свое превосходство над этими законами мира, которые сам же и сотворил. Виссарион ничего не может доказать. Все, что он может сказать, говорит, обращайтесь внутрь себя и смотрите, что вы там найдете, какой ответ вы там увидите. Необходимость сказания о пришествии на облаках нужна была только для того, чтобы, явившись тайно в предначертанное Отцом Моим время, можно было бы легко изобличить лицемеров и выявить истинных чад Божих. Помните, Христос предупреждал о лжеучителях, которые будут приходить тайно и учить лжи. «Я не принес какие-то новые истины. Моя суть – это исполнение заповеди любви, данных вам Богом. Это моя жизнь. Поэтому я и сказал, я пришел не для того, чтобы говорить вам об истине, а помочь ее исполнить. Я не умею нарушать заповеди, данных Богом». Интересно. «Если хотите проверить, ступайте со мной и живите, вы увидите, я не могу нарушать их в любом случае. Я пришел научить вас и исполнить заповеди любви». Виссарионов спрашивает. «Вы говорите, что в церкви много грехов. А кто без грехов? Скажите, я задаю вопрос вам, спрашиваю вас, как священник. У вас есть грехи? Один Бог безгрешен, мол, сын человеческий. Но если смотреть понятие греха, как нарушение закона, данного Богом, то я скажу вам, я не умею нарушать законы Бога. Я просто этого делать не умею». То есть, он называется безгрешным человеком, безгрешным словом. Его спрашивают. «Меня же интересует, кто вы такой? Вы говорите не о себе, вы говорите от имени Бога. То есть, Отец говорит вашими устами, говорит за вас?» Как вы думаете, какой ответ Виссариона? «Да». «Вы, Виссарион, верите в Него? Вы являетесь Христом? Я есть слово Отца своего. Слово давалось две тысячи лет назад через Сына Божьего. Вы тот же самый человек, вы приходите вторично, вы тот же человек, который является Эммануилом? «У меня теперь новая плоть и новое имя». Это что? Второе пришествие Христа? «Я возвестил вам об этом сегодня на горе Синань». «Возвестил об этом на горе Сего». «Фавор», — сказал учитель. Далее, в шестой главе. «Я есмь и буду вечен», — сказал Христос. «Я есть Писание живое, и тот, кто прибавит к моему и любавит от моего, тот не есть мой ученик и не имеет общего со мной. А всякий, кто не со мной, тот против меня». Ну, я говорю, у меня много достаточно цитат, показывающих, тоже интересно. «Ибо путь спасения один, и являющий его тоже один». Однозначно здесь существует заявление о том, что Христос, что Виссарион есть тот самый Христос, что Он есть Спаситель, что Он есть Слово Бога Живого, что мы должны чтить и следовать всем тем заповедям, которые Он сейчас нам дает. У меня такой вопрос. Вот мы с вами слушали о Его учении, читали Его заповеди, некоторые тексты. Как вы думаете, почему, на основании каких выводов вы можете сказать, что это человеческое учение? Или вообще, какие выводы Вы можете сделать? Если без долгих объяснений, вот как вы думаете? Давайте немножко поговорим, пообсуждаем эту проблему. Смотрите, ведь когда пришел Христос, многие тоже не приняли Его. Многие не увидели в Нем Христа. Многие лишь поверили в Него. И тогда Христос сказал блаженный верующий. Он немногим показывал свои знамения и чудеса. Только те, кто постоянно ходили с Ним, являлись свидетелями этих чудес. Он называл себя Сыном Божьим, и все видели, что Он делал и говорил с властью, которая была у Него от Бога. Он называл себя Сыном Божьим. Но Виссарион тоже называет себя Сыном Божьим? Он властью подтверждал. Он кормил голодных, воскресал. Воскрешал. Воскрешал людей. Больных исцелял, изгонял бесов. Хорошо. На каком основании мы можем доверять этим фактам? Что Писание достоверно нам передает те исторические сведения, то есть, те исторические факты, которые тогда совершались. Да, и четыре свидетели, четыре Евангелия об этом подтверждено. Виссарионцы говорят следующее. Вы знаете, эти писания были написаны апостолами, которые хотели, чтобы мы видели именно то, как они видят этот мир. То есть, они как бы уже фильтровали через свое понимание Христа, то есть, иногда Виссарионов говорит, что Христос что-то делал, а что-то не делал. То есть, вы неправильно просто понимаете эти события. А как же то, что Библия принималась, коммунизировалась? Они что, не знали, каким образом она коммунизировалась? Хороший вопрос. Я бы так сказал, что Виссарионовцы принципиально не желают об этом рассуждать, потому что, действительно, разговаривая о каноне, и очень советую вам почитать книги Мецгера по этому поводу, вот, кого интересует вопрос канона. Разговаривая о каноне, Виссарионовцы любят применять такую тактику. Прошло много лет, мы не знаем истории, у нас мало фактов, но много подозрений, что были искажения, следовательно, мы не можем доверять Писанию. Это раз направление. Второе направление. Библия писалась для тех людей, для того времени. Вот. И, конечно же, вопрос канона – это краеугольный камень в разговоре с ними. Во-первых, он позволяет отойти нам, некоторым образом, от обсуждения личности самого Виссариона, потому что для его последователей Виссарион он свят абсолютно, и, соответственно, любая критика в его адрес сразу же закрывает возможность общения с ними. Вот. Но вопрос о каноне, позволяет некоторым образом отстраниться от личных пристрастий, от личных убеждений и выйти вот в некую такую дискуссионную сторону, что, конечно же, хорошо. Совершенно верный аргумент, и, как бы, это, как мне кажется, правильное направление. Но если он воспринимает Христа как первое пришествие Христа, а Виссарион – второе пришествие, то есть слово, то многие его принципы или многие его правила идут в разрез с тем, что говорил первый пришедший Христос. Совершенно верно. Два совершенно разных послания. Два совершенно разных послания. А там очень тяжело, конечно, бороться, когда, если брать христиан тех времен, или хотя бы последователей Христа тех времен, и последователей Виссариона, мне, кстати, вопрос, сколько их примерно сейчас? Ну, так скажем, может быть, до 10 или чуть больше 10 тысяч. То есть в районе десятка тысяч. Но доказать довольно сложно тех людей, которые просто веру его воспринимают. Да, конечно. Мы не говорим о том, что мы будем спорить просто с самоуверенным человеком. Здесь вопрос в следующем. Такой глобальный, большой вопрос. Почему мы отвергаем, что Виссарион есть Христос? На основании чего? То есть на основании Писания, на основании противоречивых утверждений, которые делает сегодняшний Христос, и тот Христос, в который мы верим. Еще какие у нас есть? Бог не изменит, да? Он вчера и сегодня тоже. Совершенно верно. Но это основание для второго аргумента. Они не знают об этом? Или как? Или у них Бог... Хороший, я постараюсь объяснить на основании своего понимания. Я могу так сказать, что они верят в эволюцию. То есть человечество эволюционирует. Соответственно, в каждый определенный момент необходимо какое-то новое послание. Можно? Да. Библия, книга, она возвещает, говорит о прошедшем, о настоящем времени и о будущем. И все обетования, которые Бог обещал, они исполнились во Христе Иисусе. Да, это подтверждает авторитетность Библии, то есть это подтверждает первый аргумент, вот о котором мы говорили, что необходимо говорить о каноне Писания, о Писании как таковом. И еще раз хочу сказать, что когда мы говорим о Писании, очень хорошо использовать сначала такие добротные, хорошие общенаучные свидетельства, которые сейчас существуют, и проведены серьезные глубокие исследования по самим свиткам, по согласованию этих свитков, по определению их, по их датировкам, по расшифровке. То есть у нас есть большой объем и археологических, и лингвистических исследований, которые позволяют говорить о каноне. У нас есть хорошие, глубокие исследования по согласованию этих текстов. То есть у нас есть действительно серьезный ряд исследований, которые мы можем сказать, смотрите, вот каким образом текст Библии был донесен до нас. Потому что люди обычно верят в мифы о Писании, и они, допустим, слышали по телевизору что-то, что вдруг Библия была изменена, да? А вдруг там какие-то противные политиканы хотели внести туда изменения, и действительно они это сделали. Нужно показать, что такого не происходило. И когда вы совершенно спокойно, на основании существующих фактов, это доказываете человеку, то это хорошее основание для того, чтобы вести следующий разговор. Вопрос о пророчествах и исполнении пророчества немножко тонкий с виссарионовцами, потому что у них тоже есть якобы свои пророчества, но очень эффективный и эффектный, потому что, ну, не знаю, правочество Даниила, да? Очень хорошо нам показывают. Итак, согласование Христа, Библии, согласование Виссариона не происходит их учения, Библия как авторитетный источник. Еще один аргумент. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.3wtvseminary.com Они не отрицают же первое пришествие Иисуса Христа, и апостол Павел писал, что если кто-то придет к вам, или я сам, или ангел с неба, принесет вам другое Евангелие, да будет анафема. Да, понимаете, здесь есть... Другое Евангелие. Да, здесь есть следующая проблема. Вы пытаетесь читать текст догматически, а это нельзя. Вы пытаетесь с помощью разума постичь стихи мудрости, а это тоже нельзя. Вам нужно чувством, вам нужно сердцем обратиться к Виссариону, и если вы увидите отклик, тогда вы его. Если вы же не видите, то значит он пришел не для вас. А как же спасение для всех? А вот так вот. Возможно, вам нужно... А для всех пришел. Возможно, вам нужно еще подождать следующего воплощения, когда ваша душа сможет понять это глубже. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!